Всем привет! Как определить свой сексуальный аватар? Один из таких интересных моментов нашей сексуальности — это именно сексуальный аватар, потому что сексуальный аватар у нас формируется ещё в детстве, и он, вернее, как начинает формироваться ещё в детстве, и с возрастом он всё дорисовывается, дорисовывается и дорисовывается. Начинает он формироваться, вот знаете, он примерно, как в нашей психике, строится вот такой конструкции, вот как в полиции собирают аватар преступника, то есть там подбирают глаза, там те глаза, нет, не те глаза, скулы, тени, нос такой, не такой, губы такие, не такие. Так вот, когда у нас ещё в возрасте с трёх до шести лет только начинается период развития нашей сексуальности в детском возрасте, мы начинаем тогда делать такой некие маркеры, закладки, какие-то такие вот маячки, которые нам нравятся в пространстве, и такой типа «О, это мне нравится!» Знаете, вот как будто вот представим, у нас есть сначала аватар, и он пустой, и мы в течение жизни начинаем добавлять туда какие-то пазлы, какие-то элементы внешности, потому что сексуальный аватар — это конкретно про внешность в первую очередь, то есть мы начинаем собирать там черты лица именно конкретные, какая-то форма глаз, кому-то нравятся большие глаза, кому-то более маленькие или прищуренные глаза, кому-то нравится, когда, ну вот если, например, говорить про мужчину, да, ну точно так же это всё и про женщин, кому-то нравятся широкие там брови, чуть ли не сросшие, кому-то нравятся аккуратные брови, кому-то нравится небольшой лоб, а кого-то просто с ума сводит высокий лоб, кому-то нравится мужчина с там такой густой шевелюрой, красивыми такими волосами, кому-то нравятся лысые, и это всё, вот это «мне нравится», это всё про ваш сексуальный аватар, поэтому вы должны на это обращать внимание, это всё про вас, потому что мне нравится что-то одно, а вам нравится что-то другое, и самое ценное узнать, что нравится именно тебе, и собрать его воедино, то есть когда мы не знаем, что для нас наш сексуальный аватар, то есть договорю, мы начинаем его бессознательно формировать в маленьком возрасте, потом в подростковом возрасте ещё более-более дорисовывать. Он у нас очень часто такой хаотичный, очень часто не структурированный, так как маленький ребёнок собирает, ну начинает его собирать вот так вот по пазлам, иногда туда попадают черты лица или там части тела, которые друг с другом никак не могут соединиться, ну из разряда там какие-то кардинальные, да, там, ну к примеру, там какая-то там очень широкая челюсть, и там какой-то там чересчур маленький рот или ещё что-то, ну-ка, то есть я имею в виду не то, что прям кардинально нельзя соединить, но в принципе можно, только не факт, что получится очень красивый человек, поэтому мозг ребёнка он собирает просто так вот по пазлам, а то, что ему понравится. В более взрослом возрасте, вот когда ко мне клиенты приходят с запросом там, хочу найти там свою вторую половинку или ещё что-то, мы обязательно с мужчинами и женщинами собираем в первую очередь именно сексуальный аватар, то есть в первую очередь это физика, потом мы уже говорим про черты характера, про какое-то поведение, про какие-то особенности, про навыки и всё остальное, но в первую очередь это сексуальный аватар, потому что в первую очередь физика. Нет физики, про отношения говорить вообще нет смысла, То есть если вас к этому человеку не тянет, вам с этим человеком не хочется заниматься сексом, про его характер и всё остальное нет смысла даже обсуждать. Поэтому мы обсуждаем физику. И уже в более взрослом возрасте мы начинаем этот сексуальный аватар структурировать и делать более объективным, потому что мы начинаем смотреть, какие черты лица нам нравятся. Мы это очень часто о себе не знаем. Я предлагаю для личной работы, например, вот такую технику. Мы рисуем реально вот такого песочного человечка. И когда мы ещё, если нам сложно прям сразу нарисовать, да, то есть вот есть женщины, которые сразу, вот ты ему, например, говоришь, а вот как должен будет выглядеть мужик, чтобы вот ты его увидела, вот этого мужчину, и тебе не надо было уже с ним знакомиться. Ты такая, да, я с ним готова, хоть сейчас, вот прям я на него смотрю, и я его уже хочу. Вот он мне настолько нравится, вот прям его там телосложение, его внешность, его там черты лица, там ещё что-то. Просто я его уже хочу. И таких женщин очень мало, мужчин намного больше. То есть практически каждый мужчина, если его спросить, какой должна быть женщина, чтобы ты её увидел и хотел с ней заняться сексом, чуть ли не сейчас, ответит на этот вопрос намного большей лёгкостью, чем ответит на этот вопрос женщина. Поэтому женщинам нужно собирать этот сексуальный аватар, то есть по сути раскрывать для себя его, потому что он-то есть где-то в бессознательном, но иногда не структурированный, то есть такой хаотичный. Мы рисуем такого песочного человечка и начинаем задавать своему бессознательному вопрос, какое должно быть лицо у этого мужчины, чтобы он не понравился. И мы начинаем обращать внимание, вот прям как сканирование, да, то есть с головы сверху и вот так вот вниз. То есть какие у него должны быть волосы, чтобы мне понравились, какой у него должен быть лоб, брови, глаза, скулы, нос, губы, челюсть, подбородок. Может быть, вы знаете, когда я была маленькая, мне, не помню, как зовут этот русский актёр, мне вот очень нравился подбородок такой вот с ямочкой. Вот прям очень нравился, мне прямо очень-очень вот так вот впечатляло. И вот у моего первого мужа был вот этот подбородок с ямочкой. Потом время, вот сейчас у меня старший сын растёт, у него тоже подбородок с ямочкой. Я думаю, как прикольно. Но знаете, время поменялось, и внутри меня тоже очень много всего поменялось. И для меня сейчас, например, подбородок с ямочки уже не актуален. Хотя в детстве он мне очень нравился, в юности тоже очень нравился, потому что первый раз замуж я выходила как раз именно в таком юном возрасте. Но сейчас для меня это не актуально, поэтому очень важно иногда про себя это изучать. А что поменялось? То есть вот мы рисуем этот аватар и начинаем сканировать. То есть должна быть такой цвет волос, такая форма волос, если для вас это важно. То есть, например, прямые волосы, волнистые волосы, ещё там какая-то структура. Обратите на это внимание, нет стопроцентной гарантии, что вы прям вот сейчас прорисуете этого аватара в деталях и прям встретите в жизни прямо вот стопроцентно, как нарисовали. Но человек, которого вы хотите встретить в жизни, должен быть хотя бы по каким-то параметрам, схожий с вашими предпочтениями. То есть в нём должно быть что-то, что вам очень нравится. Поэтому мы начинаем собирать, отвечая себе на вопрос, какой цвет волос, какая там, не знаю, ширина лба, то есть высокий, низкий, там ещё что-то, какие брови, какие глаза, широко открыты, не сильно открыты, какой цвет глаз, какие скулы ярко выражены или для вас вообще это не имеет значения, какая форма носа имеет для вас это значение или нет, какая форма губ. И опять же, каждый раз, если для вас это имеет значение, то какая форма имеет значение, если для вас, в принципе, нет такого какого-то прям жёсткого предпочтения, да, идём дальше. Какая форма челюсти? Вот кто-то вообще не обращает внимания на челюсть. Мне очень нравится мужчина с такой ярко выраженной широкой челюстью, вот когда прям вообще вот, опять же, это именно про меня, для вас это может быть не актуально. Также, например, сейчас очень модно, например, носить щетину, вот тоже, лично мне очень нравится, я прям кайфую от мужчин щетиной, это прям мой такой какой-то фетиш, вот я вижу щетину такую красивую там или вороду и всё, для меня это кайф, блин, я смотрю и любуюсь. А для кого-то это вообще не актуально, кто-то скажет, блин, иди побройся. Вы должны собрать то, что для вас важно. Идём дальше, то есть элементарно там, я не знаю, шея имеет значение, там, длина шеи, ширина шеи. Вот для меня, например, я очень люблю широкую шею мужчины, как-то вот она такая массивная. Для кого-то вообще это не актуально, то есть идём, сами себе отвечаем на вопрос, ну, примерно вот такая, да, шея, чтобы этот человек выглядел как бы пропорционально и был красивым. Идём дальше, там, плечи, руки, какие-то моменты, например, уровень тоже, что скажу из практики, например, если говорить про женщин, то уровень волосяного покрытия на мужском теле. Для кого-то вообще это там обязательно только не лысый, а кому-то наоборот, менее волосяное покрытие. Вы должны ответить для себя на этот вопрос, как вам? Или, возможно, вам вообще не принципиально, то есть есть какие-то значимые черты, которые для вас очень важны, они вас включают и вам нравятся, а, например, волосяной покров по телу, в принципе, без разницы. Главное, как говорят, главное, чтобы человек был хороший, но это такая фраза не совсем искренняя, потому что всё равно даже этот человек, который якобы хороший, нам должно в его внешности что-то нравиться. Мы должны на него смотреть и какие-то черты лица или там тело или ещё что-то должны нас включать, потому что когда закончится период влюблённости, вы будете смотреть на эти свои любимые черты, вы будете смотреть на то, что для вас, на то, что про вас, то, что вам действительно нравится и есть в этом человеке. И полностью как бы мы прорисовываем, вернее, как отвечаем себе на вопрос, ориентируясь на этого песочного человечка. То есть он сначала пустой, а дальше мы начинаем рядышком расписывать. Вот такие там волосы, вот такие скулы, вот такой вот. И в голове себе рисуем уже образ этого человека. То есть женщины рисуют мужчину, мужчины рисуют себе образ этой женщины. И после того, когда вы уже так вот сделали этого человечка себе, сделайте его такой вот эффект 3D. А как бы он двигался, как бы он ходил, как бы он там что-то, не знаю, разговаривал. Может быть, у вас есть предпочтение по каким-то звуковым, то есть, например, у него какой-то голос должен быть мягкий, грубый, там ещё какой-то. Может быть, у вас тоже голос включает. Потому что сексуальность, если говорить про сексуальный аватар, это я вижу, я слышу, я пробую на вкус, то есть я нюхаю. То есть, опять же, да, у этого человека должен быть какой-то там запах тела, который мне прям нравится. Или я должен носить какие-то духи, от которых вы с ума сходите. Ну, вернее, как не то, что должен, просто, например, этот человек просто в своей жизни это делает, а вы от этого просто с ума сходите. И вот мы себя так сканируем. сканируем, то есть, по сути, когда мы видим любимое блюдо, у нас текут слюни. Мы хотим его начать кушать, начать пробовать, начать с ним контактировать, с этим блюдом, нюхать его, да, то есть, вот с ним взаимодействовать. Вот когда мы рисуем свой сексуальный аватар, мы должны на него смотреть, и у нас должны текти слюни. То есть, типа, я бы его, прям аж, аж. И когда у нас появляется такой прям, то есть, мы нарисовали, сделали этот образ такой 3D, и отследили по телесным ощущениям, хочется мне услышать его голос, хочется мне его потрогать, хочется мне его прям уже, всё, это ваш сексуальный аватар. Если что-то где-то не так, вот покрутите, посмотрите, что можно доработать, что где-то про вас, а где-то вы просто, говорится, как лишний пазл ставили. Чуть-чуть вот поконтактируйте с этим и усовершенствуйте модель, которая должна быть именно про вас. И тогда вас действительно будет это включать, дарить вам наслаждение. Что делать в жизни? В жизни не всегда люди, которых мы встречаем или люди, с которыми мы строим отношения, на 100% соответствуют той картинке, которую мы нарисовали. Мы эту картинку должны знать, потому что это про нас. Но дальше мы задаём себе вопрос, а что из этого всего должно быть на 100%? То есть, что не критично, а что на 100%. То есть, например, мне такие скулы нравятся, но это не критично. То есть, если у мужчины будут чуть-чуть другие скулы, это не принципиально. Или мне нравится вот такая форма губ, но если у него будет чуть-чуть другая, это не принципиально. А почему ещё вот сексуальный аватар, на него мы даём такой акцент внимания в сексологии? Потому что, смотрите, каждая черта лица, каждая черта нашего тела, каждый какой-то где-то изъян равно какая-то черта характера. И мы, по сути, вроде визуально, но мы бессознательно выбираем также какой-то характер. То есть, например, люди с вот такой формой губ имеют такой характер, люди вот с таким носом имеют вот такой характер. И мы бессознательно через визуальный образ мы подбираем, по сути, и характер человека. Поэтому задаём себе вопрос, что должно быть обязательно, а что нет. То есть, например, мужчина с такими большими глазами, вот может быть это обязательно, чтобы вот такие широко открытые глаза, большие там, чёрные ресницы, там ещё что-то. Или как бы это, в принципе, не важно, брови там, например, такие массивные, или, в принципе, какая там будет густота бровей, не так важно, главное, чтобы они просто были. И вот потом, то есть, когда вы пропишите идеальный, да, аватар, потом рядышком сделайте такой помарки некоторые, что должно быть обязательно. Вот обязательно, потому что без этого, ну просто вообще никак. То есть, если мужик будет без этого, там, или девушка, то вот без этого вообще не встаёт, ничего не хочется с человеком. Это прям очень важно, потому что это для вас такой некий сексуальный фетиш, который должен быть. Это про здоровый фетиш, это про то, что у каждого есть своя изюминка. Эту изюминку важно изучить. Поэтому изучайте ваш сексуальный аватар, задавайте ваши вопросы под комментариями, пишите также в личку, и я для вас тогда смогу ещё больше дать, более детальной, точной, какой-то полезной информации, которую я так очень люблю с вами делиться. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, я очень рада каждому новому подписчику, потому что канал у меня маленький, и когда он растёт, хоть даже вот чуть-чуть, я очень-очень радуюсь, и каждому лайку радуюсь. Поэтому благодарю все, кто смотрит, кто отзывается, жду вашей обратной связи, пишите комментарии, и также напишите в комментариях, получилось ли у вас сделать свой сексуальный аватар, и как вам вообще эта практика. И до скорых встреч!